Каждый человек на планете ждет чемпионаты мира по хоккею и футболу, любит смотреть биатлон и баскетбол, но, к сожалению, такие виды спорта, как американский футбол, бейсбол и тому подобное, пока не сыскали большой популярности в России. Почему так? Есть ли шанс у таких видов спорта встать в один ряд с футболом или хоккеем? Еще, наверное, с 95-го года. Потом был большой перерыв, начинал я на Украине заниматься, потом переехал в Россию и опять заново начал здесь заниматься. Понравился тем, не видел нигде, друзья привели, показали, понравилось, стало интересно, все, попробовал, стало получаться, ну и все, так и остался. Там и до сих пор так и занимаюсь. Ну и тем не менее, почему именно этот вид спорта, а не какой-либо другой, более традиционный? Более традиционный, мне кажется, они уже приелись, по крайней мере для меня. Мне вот неинтересно ни футбол, ни хоккей, там, и все остальное. Бейсбол, это как бы интересная игра. Ну, бейсбол все равно очень популярен именно в Штатах, конечно. И как вы думаете, будет ли такое время, когда бейсбол станет таким же популярным у нас в России? Ну, я на это очень надеюсь, ну, не знаю. Возможно, будет, но еще не скоро. То есть, получается, пока этот спорт вот для таких избранных, так скажем? Ну, не то, чтобы избранный, но он в народе не очень популярен. Ну, как это можно изменить, на ваш взгляд? Ну, мы пытаемся. В Казани ваша команда одна в такая? В Казани команда одна, да. В Татарстане даже можно сказать, что одна команда. То есть, вы между собой играете? То есть, у вас даже конкурентов нет? Нет, нет. Соперников? Нет. В Казани нет, мы одни. Интересно. А вы как-то учите новых воспитанников? То есть, есть ли какие-то секции? Ну, мы вообще основываемся на базе КАИ, КАИ Олимп. Мы у нас в основном студенты. Ну, и там любители приходят, которые нравятся, приходят заниматься к нам. А в основном студенты, то есть, это первый курс, второй курс. Все? То есть, так. На вот по составу вашей команды у вас ребята пришли туда целеустремленные, или это просто хобби их? Ну, это хобби больше. Да, как-то их в профессиональное русло направлять. Ну, вот, то есть, мы стараемся пока в этом двигаться направлении. Ой, успехи очень отлично. У нас много студентов, второй курс. Очень неплохо себя показывают. То есть, занимаются, стараются. Ну, уже есть интерес к ним. Посмотрим дальше, как будет, не знаю. А в чем, собственно, изюминка этого вида спорта, как бейсбол? Ой, в нем... Чем он цепляет зрителей, чтобы вы его смотрели? Ну, его надо понимать. То есть, там, как это, если ты сам занимаешься, ему надо много думать. Там нет простых таких комбинаций, что там, ну, кинул мяч, побежал там в одну сторону. То есть, надо думать, что ты делаешь. То есть, просто так нельзя играть в него. Надо именно думать. То есть, надо понимать и играть в него нормально. То есть, да. У вас сейчас шанс как раз-таки заинтересовать, заинтриговать, чтобы пришли новые участники, возможно, вашей команды. Можете рассказать немножко подробнее вообще в бейсболе? Ну, правила расскажу. Да. Вкрасно. Во-первых, в бейсбол играет две команды. В каждой команде 9 человек. В одной 9 и в другой 9. Одна команда нападает, другая команда защищается. То есть, ваша задача, кто нападает, то есть, он стоит на бите. То есть, ему надо отбить мяч в поле так, чтобы та команда его не поймала. И задача, которая, человек, который бил, успеть быстрее на базу. То есть, команда защита должна доставить мяч быстрее того человека, который бежит на базу. То есть, ну, мяч на базе получился первые. То есть, это аут. Он уходит. Игра идет до трех аутов и идет 9 инингов. 9 или 7 инингов. В основном у нас в любительском бейсболе 7. Стараемся делать. То есть, немного. Вот. Потом до трех аутов игра прошла. Три аута и происходит смена. Задача человека пробежать 4 базы и попасть в дом. И тогда будет один ран защитный. То есть, одно очко. Ну и вот, примерно так. А как часто у вас проходят тренировки? Тренировки три раза в неделю у нас происходят. То есть, не пропускаем, занимаемся постоянно, готовимся к сезону. То есть, как потеплеет, мы выходим на поле. Пока мы занимаемся в зале. То есть, получается, от того, что у вас нет соперников, вы свою команду на две части, получается, так и делите, да? Ну да. И стремитесь друг к другу. Да, и как бы играем. А потом, когда начинается сезон, у нас выезда, мы ездим, к нам команды приезжают, и мы уже играем с другими соперниками. Ну, а по России вы можете сказать, насколько сейчас популярен этот вид спорта? В любительском плане он очень популярен. Но пока на профессиональном уровне он не так. Я бы не сказал, что прям. Ну вот, насколько я знаю, в МГУ там есть даже своя... В МГУ есть, да. Бейсбольная площадка. С ними доводилось играть? Бейсбольная площадка. Мы в прошлом году там проходил чемпионат России среди студентов, на котором мы заняли первое место. Поздравляем. Спасибо. Вот, мы играли на МГУ, с МГУ играли тоже. Вот на этом поле как раз и был чемпионат. Ну, хорошо. То есть, а сезон у вас получается... Сезон как растает снег. То есть, погода хорошая, солнышко светит, сухо, все, можно играть смело. Сразу. Хорошо. Хочу перейти к нашему второму герою. Это Марат Хакимов. Президент Федерации по американскому футболу Республики Татарстан. И тренер на позиции команды «Казанские моторы». Марат, расскажите, пожалуйста, нам немножко как раз-таки о американском футболе. Все-таки почему именно этот вид спорта вас заинтересовал? Ну, как вы, может быть, уже знаете, американский футбол – самый зрелищный вид спорта, признанный во всем мире. Ни один другой спорт не притягивает к себе столько зрителей в один день. И как бы этот супербол, пока супербол, да, он происходит раз в год. Это получается финал, всех финалов американского футбола. И именно в этот день фанаты со всего мира смотрят один матч, даже как бы сопоставим с финалом чемпионата мира по футболу и хоккею. Да, тем же только лишь различим то, что это все происходит один раз в год, один всего лишь матч, и все люди хотят это увидеть. Ну и, сами понимаете, да, это зрелищность основана на контакте, какие-то сумасшедшие ловли, сумасшедшие проходы игроков, да. Все это требует от них физической подготовки очень хорошей. И именно поэтому я выбрал американский футбол. Ну, можете рассказать поподробнее, как сложилась именно ваша история прихода именно в этот вид спорта? Почему именно американский футбол? На самом деле я перепробовал все виды спорта, да. Как бы попсовый, как вы называете, да, футбол, хоккей, баскетбол. Участвовал во многих соревнованиях, но всегда что-то мне не хватало. Хваталось контакта, да. И вот, как бы, в один день мне товарищ сказал то, что, а ты знаешь, что есть команда такая по американскому футболу в Казани? Тогда только зарождалась она. Это когда было? В 2004 году, в августе месяце. Команда зародилась чуть пораньше, весной. У истоков ее стоял Миша Гаврилов. Он, кстати, тоже студент КГУ. Так еще называлось в то время. Он учился по обмену в Англии. Там он увидел парней, кидающих мяч. Ему стало интересно. Он подошел к ним, поинтересовался, что это такое. Они ему рассказали, научили его мяч кидать. После чего он приехал обратно в Казань. Начал искать, может, есть ли секция американского футбола в Казани. Но, к сожалению, не нашел. И на какое-то время он успокоился, можно сказать. Но воля судьбы... Однажды он зашел в магазин для обычного хоккея и увидел там мяч для американского футбола. Случайно, можно сказать. В то время очень трудно было купить. Он купил мяч и уже понял, что ему нужно создавать свою команду. Он начал своих друзей обзванивать, набирать друзей. Потом в форумах разных общаться. И вот так он набрал где-то 12 человек, получается, была основа в то время. И параллельно начал общаться. Он нашел выход на федерацию американского футбола. Российская федерация в то время была небольшая. И начал параллельно общаться с тренерами сборной России и московских команд. Вы могли бы рассказать, как сейчас вообще развивается американский футбол в Казани и вообще, может быть, даже на уровне всей России? В Казани успешно существует на данный момент одна мужская команда и также имеется женская команда по бесконтактному виду американского футбола. Это твит, когда игроки не толкают друг друга, не теклят друг друга. У них с двух сторон есть флаги. Они должны сорвать этот флаг у человека с мячом. Девчонки, в принципе, тренируются также наравне с нами, физическую подготовку свою ведут. Ну, получается у них хорошо. То есть получается, что одна команда по американскому футболу также у нас существует? Да, но имеется в Челнах также команда недалеко и очень много поблизости в городах. Таких как Ижевск, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Чебоксары. Вы также выезжаете на соревнования? Да, конечно. Непосредственно сезон состоит из выездов и домашних игр. Но это, получается, такой любительский спорт. То есть для вас это хобби? Да, конечно. В России пока нет профессиональных команд. Профессиональные – это когда ты за это получаешь деньги. У тебя контракт есть, ты ходишь на футбол, как на работу. На сегодняшний день, можно сказать, да, есть в России профессиональные игроки. Но это больше исключение, чем данные. Потому что в основном эти люди приглашенные с других стран. И они в основном играют в финале только. По перспективам как планируется выходить на более профессиональный уровень и играть уже с ребятами, можно сказать, из других стран, даже с теми штатами? Да, конечно. Даже больше скажу. В принципе, наши ребята из России уже играли с ребятами из Штатов в 98-х годах, 96-х. Был хороший обмен опытом. Наших ребят приглашали в Америку, участвовали в турнирах. Тоже команды из колледжа приезжали в Россию и принимали участие здесь в турнирах показательных. Ну, в данный момент это маленькое движение затихло, да. Но я думаю, что в будущем этот футбол, как сказать, мы называем его правильным футболом, да, для себя, он попадет в олимпийские виды спорта и уже получит стремительное развитие, в том числе и в России. А чем американский футбол, допустим, отличается от того же трекби-7, если я не ошибаюсь? Вот у нас даже есть сборная России по такому виду спорта. В чем отличие? Принципиальное отличие, да. Люди, да, постоянно спрашивают, а это не регби? Больше всего, как бы, да, это как бы смешит нас, да, людей, знающих, что такое американский футбол. Вот, допустим, это то же самое, что сравнить, ну, как волейбол и гандбол. Ну, тоже руками же играют, тоже мячик, круглый же тоже. Вот, похоже только в этом. А в регби, я вам скажу, да, у них мяч намного больше, форма эллипса, то есть он не вытянут острый, да, у них он продолговатый, как бы скругленный. Все пасы в регби идут только назад или на линии. В американском футболе пасы можно отдавать как назад, так и вперед. Далее, в американском футболе мы имеем амуницию полную, что предотвращает от серьезных травм. У нас есть шлем, каркас, также семь защит на бедра, колени и боковой части. Так же копчик, да, полностью. Все, именно так, да. Американский футбол пытается защитить игроков. То есть в то же время сделать величину, да. Хорошо, ну смотрите, получается и ваши команды, и ваша команда, они заинтересованы в том, чтобы приходили новые ребята, да, молодые, которые хотели бы с вами играть. А как вы считаете, вот Министерство спорта, даже, предположим, наше Казань, потому что мы и так вроде бы много усилий тратим на то, чтобы развивать спорт, все равно Казань спортивная столица. Как вы считаете, должно ли Министерство обратить внимание вот на такие даже виды спорта и помочь вам в продвижении этого развития? Да, конечно. В первую очередь это не просто потому, что мне хочется играть, да, вот или моему другу, или моим друзьям по команде хочется играть, а в том, что мы прививаем людям, которые приходят к нам, любовь к спорту, здоровому образу жизни, да. Мы их выдергиваем с улицы, выдергиваем с подъездов, тем самым, даже если будет там 15-20 человек, которые уже как бы в свое время заняли спортом, это уже лучше будет. Они не будут слоняться там вечером по улице или где-то ходить, искать себе занятия, не знать, кого толкнуть. Приходи, толкай у нас. Олег, а вы как считаете? Ну, Министерство спорта как бы на нас уже внимание обратило, то есть оно является нашим главным спонсором, оно нас всячески поддерживает. Если бы, в принципе, не Министерство спорта, у нас мало чего получилось. То есть пока мы очень сильно зависимы от него. Ну, вы этого добивали сами или так получилось, что вам просто повезло? Получилось, что повезло. Можно так сказать, да. Хорошо, ну мы поговорили о таких командах, видах спорта, но есть такие виды спорта, где зависит все от самого себя, так скажем. Вот, например, футбольный фристайл. У нас в гостях есть Булат Хузин, чемпион Республики Татарстан по футбольному фристайлу. Булат, расскажи немного нам о футбольном фристайле. Мне кажется, еще не все даже представляют, что это такое. Всем привет. Футбольный фристайл – это вид спорта, суть которого заключается в выполнении трюков с футбольным мячом. Пока все. Коротко ясно. Чем она тебя заинтересовала на футбольный фристайл? Почему бы не выйти на поле и не показывать себя на профессиональном уровне? На футболе в смысле? Да. Ну, вот тут парни говорят, что не любят сравнения с регби. Вот мы не любим сравнения с футболом. На самом деле общая только футбольная обувь и мяч. Да? Мы любим проводить такой пример. Представьте, хоккей и фигурное катание. Все же понимают, что это разные виды спорта, да? То есть, то же самое. Футбольный фристайл. Почему я не занялся футболом? Ну, вообще, как и любой из сидящих здесь парней, я уверен, я играл просто во дворе с друзьями в футбол, да? Даже играл в каких-то командах любительских и такие любительские турниры, как, ну, там, кожаный мяч и так далее. Вот. Но почему не профессиональный уровень? Потому что оно очень сложно там чего-то добиться, так ведь? Вот. Каковы шансы сейчас ребенка просто стать профессиональным футболистом хорошим? То есть, вот он пошел на футбол и вот каковы шансы, как вы думаете? Ну, все зависит, наверное, от того, как он тренируется. Или от того, сколько у него денег, да? Ну, возможно. Ну, хорошо, но, в общем, очень сложно, очень сложно. Ну, и шансы, на самом деле, маленькие. Вот. А футбольный фристайл – это, во-первых, очень зрелищно, да, я думаю, вы знаете, видели. Вот. Во-вторых, тут нет тренеров для тебя, ты сам себе тренер, сам себя воспитываешь. И, в-третьих, это, по сути, пока еще свободная ниша. То есть, в принципе, можно сейчас заняться фристайлом и достичь всего чего угодно. Чего ты поживаешь? А нет такой мечты, вот, допустим, выйти все-таки на поле на футбольное со своими умениями фристайла и обвести? А я просто… Ну, желание такого не возникает, потому что, на самом деле, футбол – это командная игра. То есть, там мало уметь обводить. В футбол, вот, ты выходишь, твоя задача, чтобы твоя команда забила гол, а не чтобы ты конкретно забил гол или ты конкретно обвел человек. Вот. И, то есть, если я умею хорошо владеть мячом, это еще не значит, что я умею играть в футбол. Я уверен, я выйду играть в любую команду футбольную, обычную, и меня все просто через пять минут посадят на скамейку запасных, потому что я буду, ну, очень-очень неполезным игроком. Я не умею играть в футбол, вот поэтому, в принципе, у меня и нет желания играть в футбол. Так же, как вот и, наверное, у ребят. Скажи, а если ребенок начнет заниматься фристайлом с самого раннего детства, какие качества они могут ему привить? Ну, опять же, можем говорить вот об этих общих полезностях, да, которые, ну, думаю, дает любой спорт. Это здоровый образ жизни, хорошее физическое состояние, полный отказ от вредных привычек. Ну, то есть, это я к тому, что мы даем детям своим. Кстати, мы и преподаем, если что. Вот. То есть, приходя к нам или в любую другую там школу фристайла, предположим, я уверен, что местные тренеры, они, ну, воспитают в ребенке то, что нужно, то, что нужно в любом. Ну, вот, к примеру, что это? К примеру. Ну, вот опять же, например, почему там нет тренера, да, нет тренера у фристайлера? Смотрите, дело в чем. Вот меня никто не заставит никогда выйти и начать тренироваться. То есть, пока я сам не решу, никто мне не скажет, что мне тренировать, как мне тренировать и так далее. Вот. То есть, у меня нет тренера, и мне приходится делать это самому, что это упорство, там, целеустремленность. Вот эти все качества, в принципе, может дать футбольный фристайл. Далее, систематические занятия спортом, любым, не только фристайлом, а любым видом спорта, попсовым, не попсовым, это уже хорошо. Так ведь, вот, здоровье, физическое состояние, души и тела. Вот. Ну, что еще? Ну, много всего, я думаю, все это понимают, наверное. Хорошо. Вы, в принципе, можете, ребята, вот кто из других команд, рассказать ваши впечатления об этом виде спорта, вот показать нам немножко ваше орудие труда. Орудие труда, которое очень популярно в России, это бейсбольная бита. Используется в других случаях, да, целях. Перчатки тоже, вот можете рассказать, из чего они состоят, там, как они? Ну, все знают, что бейсбол играют, ну, битами и мячами. Но еще есть такой инвентарь у нас, как ловушка. Не стоит путать ее с перчаткой, потому что она бывает как в форме именно перчаток, а бывает как варежка. Здесь вот на этой, например, пальцы разделены. Бывает как еще и варежка слитная. Делается она из кожи разных животных. Надеюсь, нас не смотрит гринфист. Мячи также делаются кожаные. И для чего нужна ловушка? Это, в первую очередь, чтобы поймать мяч и не сломать себе руку. Потому что мяч от бита летит с очень сильной скоростью. И даже когда игроки пасуются, все равно удар идет очень сильный. Даже через ловушку иногда остаются синяки. Биты на высоком уровне играют деревянными битами. На уровне колледжей и университетов играют алюминиями или из плавов разных. Карбоновые биты, вот, разные составные, композитные. Вот, это именно деревянная бита. Она из бамбука сделана. То есть, это не те биты, которые продаются в магазинах. Это очень дорогой инвентарь. То есть, и его не так просто сломать. Ну, Александр, а почему именно этот вид спорта? Вот для вас конкретно. Почему вы пришли именно в бейсбол? Эксклюзивный вид спорта. То есть, этим мало кто занимается. Это, ну, как я сначала думал. А потом оказалось, что в России уже, ну, выходит на очень высокий уровень. Ну, почитал информацию. Вообще, я пришел именно, пока учился в институте, в КАИ, в студенческую команду. И как-то перерос в тренера. Закончил, вот, учился там. Как бы, все время играл. Вот. Вячеслав, также можете рассказать нам немножко о вашем приходе, так скажем, в спорт, американский футбол. Расскажите, пожалуйста. Да, и, собственно, меня зовут Вячеслав. Я игрок основы казанских моторов. Пришел я из одиночных видов спорта. Я занимался многими, так скажем. Я занимался и обычным футболом, неправильным футболом. Я занимался и дзюдо, пробовался и в карате, и в боксе. Дольше всего я продержался в легкой атлетике. И, на самом деле, она мне очень сильно помогла. Дала такой большой импульс в продвижении в самой команде. И занимался тайским боксом. В какой-то момент я получил травму спины на тайском боксе. И спустя какое-то время врачи мне сказали, нужно закачать травму. Я пришел в тренажерный зал, начал заниматься. И спустя какое-то время я увидел объявление. Просто я проходил мимо и увидел, висит листовка, приглашение. Набираем игроков. Я подумал, почему бы и нет. Пришел, понравилось, остался. В принципе, сказать по поводу прихода больше и нечего. Почему мне нравится именно американский футбол? Как Марат сказал, это зрелищный очень, контактный вид спорта. И, наверное, больше для меня он, как подзначим, это потому, что раньше я занимался индивидуально, я полагался только на себя. А сейчас я полагаюсь уже на команду. Потому что это командный вид спорта. Именно вот это мне и приглянулось больше всего. Хорошо. Мне кажется, пришло время высказаться тем, кто у нас есть в студии, в том числе парни или даже девушки. Как они считают, каким видом спорта должен заниматься настоящий мужчина? Я считаю, что мужчина должен заниматься хоть каким-то видом спорта. Вообще, я считаю, что женщины тоже должны заниматься спортом. И вот у меня такой вопрос к нашим гостям. Хотела бы спросить, вот женщинам, в каком виде спорта лучше себя проявлять? Чем лучше заниматься? Все виды спорта хороши. И каждый должен выбирать для себя, что ему больше подходит. Может попробовать, да, если нет как бы особых таких мыслей. Можете попробовать. Все как бы секции открыты, да. В принципе, сегодняшний день, день открытых технологий, да. Вы в интернете можете найти любую секцию для себя. Можете заранее позвонить тренеру, поговорить с ним, что это, как это, с чем это едят, да. Вам все объяснят, все доступно, да. И вы уже для себя можете решить, что вы именно хотите. Танцевать вы хотите, бегать быстро хотите. Имейте хороший пресс, хотите высоко прыгать, быстро плавать. Вы сами для себя должны решить. Марта, вы сказали, что есть женские команды. Вот есть ли какие-то критерии по отбору? Каждая ли девушка сможет играть в американский футбол? Вот, например, в Елену. Если очень захочет, она могла бы прийти и начать заниматься таким видом спорта? Вы правильно сказали, если очень захочет. Даже если не очень, но захочет, то любой человек может заняться. Для этого лишь нужно упорство и трудолюбие. Именно заниматься нужно. Почему, да? Нужны физические данные хорошие для того, чтобы быть быстрее, сильнее, выше. Как говорится. Там главное скорость тоже. Да, конечно. И ловкость. Хорошо. А бейсбол бывает женским? Бейсбол тоже женщины играют, девушки, девочки играют. Но в основном играют девушки в софтбол. То есть он немножко отличается. Он немножко, не немножко, поле меньше и больше мяч. То есть там легче его поймать, его видно. У нас занимается много, в Москве команда есть. Но в Казани, к сожалению, пока нет. Вот к нам ходят девочки, но не так много. Как болельщицы больше. Нет, зачем? Они ходят, занимаются, тоже бегают, стараются. То есть в принципе неплохо даже получается. Но их не так много, как хотелось бы. Надо привлекать, заманивать. Заманиваю. А вот еще хотелось бы спросить. Вот наравне с американским футболом, вот в России я слышала и видела лично, черлидинг, он тоже вроде как становится популярным. А вот у вашей команды, у вас есть группа поддержки? Да, конечно, у нас есть группа поддержки. Это девушки в свободное время, они увлекаются направлением регетон. Также мы как бы с ними сотрудничаем. И на все наши домашние игры они стараются приходить, поддерживать нас. У них как бы очень красивые танцы. Они рисуют плакаты, учат кричалки и очень сильно подбодривают нас. А у вас, Олег? У нас нет такого. А хотели бы? Ну, да, почему бы нет. У меня вопрос. Ну, он касается перспектив развития ваших видов спорта. Это и американский футбол, и бейсбол. Но когда мы говорим об этих перспективах, мы учитываем в том числе и инфраструктуру, которая создается для игры. То есть если мы говорим о Соединенных Штатах, то мы не забываем о том, что там вкладываются большие деньги. И популярность основанная на том, что стадионы заполняются всегда. Если мы будем говорить о России, то даже такой популярный вид спорта, король спорта, футбол, и то не привлекает такую большую аудиторию на стадионы. И как вы хотите решать вот эту проблему? То есть, во-первых, постройка инфраструктуры. Это и спортивные школы, это и стадионы. И как будем решать вопрос с привлечением аудитории на стадионы в соответствующие лиги и соревнования? Вот вам серьезные вопросы. Да, на сегодняшний день мы активно ведем работу с соцсетями, такие как ВКонтакте, Инстаграм. Мы постим фотографии интересные, да. Всячески приглашаем вступить в наше сообщество людей, которые по духу нашему, по мышлению с нами в одном направлении идут. Также мы какие-то интересные конкурсы стараемся сделать на самих играх, да. Мы будем разыгрывать какие-то мерчендайзы, то есть футболки, кепочки, да. И тем самым мы как бы будем людей прививать им чувство любви к спорту, да. Американский футбол все-таки зрелищный. И самое главное то, что мы стараемся делать, это сделать эту игру более зрелищной. Для этого мы тренируемся сами, ходим в тренажерный зал, стараемся выделять побольше времени для тренировок. И все вот это. В первую очередь это нужно сделать зрелищно. Ну и в дальнейшем мы планируем, конечно же, детские школы открывать, работать с детьми и более популярным сделать женское направление тоже. Но больше хотите это развивать собственными силами или все-таки обратиться, возможно, в Министерство спорта? На сегодняшний день у нас есть диалог, но не в той степени, как хотелось бы. Министерство спорта обращает на нас внимание только когда, как бы, можно сказать, возникают какие-то проблемы. Как бы, чтобы, ну, собирает, собирает разная федерация, чтобы они обратили внимание, чтобы таких проблем, как бы, у кого-то возникает, таких не было, да. На сегодняшний день мы собственными силами все ведем вперед. Хотелось бы, конечно, чтобы нам помогали хотя бы в создании базы, где мы могли тренироваться бесплатно, хранить свой инвентарь и все. В принципе, пока на первый период нам бы этого было очень достаточно. Я вот знаю то, что у ребят есть своя база, да, на которой они могут тренироваться в любое время, да. У них есть хороший приток молодых людей, это студентов, и это уже достаточно для хорошего толчка. Можно с вами? Прямо блистать на весь мир в будущем. Согласен, кто-то может обидеться, да, но скажу так, американский футбол – это для обиженных. Мы же для себя, мы ищем, да, пути, мы просим. Не дают, значит, мы своими силами сделаем. И тем самым мы становимся только крепче, как бы, духом, да, тем самым мы больше любим этот вид спорта. Что я могу сказать? Значит, наше время еще впереди. Хорошо, Олег, вы как считаете, какие у вас, возможно, есть задачи или пути решения того, чтобы помочь этому виду спорта стать более популярным? Задача, ну, самим развиваться. То есть команда вот у нас сейчас есть, мы хотим стать более сильнее, более дружной, набрать еще больше, допустим, сделать, может, вторую команду. Ну, надо пора уже себе соперников вырастить. Да, сильную команду. Стараться развивать вообще бейсбол в Татарстане в целом. То есть не просто в Казани, а в других городах, ближайшие. Все, ну, сильная команда, что была у нас, главное. И больше молодежи, что было у нас, ездить больше в выездов, чтобы, ну, свою команду, чтобы показать. Будет развитие. Ну, по идее, скоро уже растает снег. Я так понимаю, ваши виды спорта, в том числе и у Балат, футбольный пристайл, наверняка все должны выйти на улицу. И как раз будете заниматься спортом, будете себя развивать, готовиться к турнирам. Но, к сожалению, наше время, ток-шоу подошло к концу. Очень было, мне кажется, полезно поговорить об этих видах спорта. И, надеюсь, что и к вам, и к тебе, в том числе, придут новые ученики, заинтересованные в этом деле. Ну что ж, и на этом все. Большое спасибо, друзья, то, что пришли к нам на программу. Большое спасибо вам, то, что тоже уделили время. Надеемся, то, что ваш вид спорта, ваши, точнее, виды спорта будут популяризироваться все больше и больше. И наша сборная по бейсболу или по американскому футболу выиграет. Или по футбольному фристайлу. Или по футбольному фристайлу тоже. Ну, была там вдалеке, запрятался просто, выиграет все возможные соревнования. На этом все. Для вас программа ввели Виктория Новикова и Ярман Пленсков. Увидимся на следующей неделе. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok